Создана новая технология ускорения частиц. Исследователи из Национальной лаборатории ИМ. Лоренцо Беркли, США, разработали новую технологию ускорения электронов в плазменном ускорителе при помощи лазера. В этом методе используются два лазерных импульса, один нагревает плазму и создает в ней канал, другой импульс ускоряет электроны в созданном канале. При помощи такого подхода ученым удалось разогнать электроны до энергии 7,8 г в плазменном канале длиной около 20 см. К примеру, обычным ускорителям, работающим по принципу взаимодействия заряженных частиц с магнитными электрическими полями, потребовалось бы для этого сотни метров. В разработке новой технологии принимали участие физики из Института прикладной математики ИМ. МВ. Хел-де-Шаран, которые произвели численное моделирование лазерно-плазменных взаимодействий. В настоящее время хорошо развита и активно используется технология разгона заряженных частиц электромагнитным полем. Данные устройства являются незаменимыми инструментами во многих областях. Ускорители используются в исследованиях взаимодействий частиц и их свойств, стерилизации медицинского оборудования, лучевой терапии, радиоуглеродном анализе, радиационной дефектоскопии. Но ускорители больших энергий занимают большое пространство и требуют больших финансовых вложений. Например, известный многим большой адронный коллайдер имеет кольцо длиною почти 27 километров, а его ежегодный бюджет составляет 1,2 миллиарда долларов США плюс расходы на эксперименты. Лазерно-плазменное ускорение построено на другом принципе. Первым лазерным импульсом в 20-сантиметровой сапфировой трубке, в которой протекает процесс ускорения, производится нагрев плазмы и создается плазменный канал диаметром в десятки микрометров. Затем через канал пропускается второй лазерный импульс, создающий на своем пути плазменные волны, по которым катаются электроны. Лазер, проходя сквозь плазму, отодвигает только легкие электроны, а тяжелые ионы остаются неподвижными. Из-за такого разделения частиц образуются волны плотности заряда с большой напряженностью электрического поля. Плазменные волны, идущие за лазерным импульсом в соответствующей фазе, разгоняют частицы значительно быстрее, чем электромагнитные ускорители. И чем мощнее импульс, тем интенсивнее ускорение. Этот метод, по аналогии с кельватерным следом, образующимся позади движущегося корабля, получил название кельватерного ускорения. И хотя еще необходимо решить много проблем, данный метод является большим шагом создания более дешевых и компактных лазерных плазменных ускорителей и позволяет реализовать их в создании новых технологий, например, настольных рентгеновских лазеров и компактных мощных источников света.